Всем здравствуйте! И вы на канале Шьем Месте с Лилией Дроздовой. Когда я шила блузу с драпировкой, я поняла, что у меня к ней нет юбочки. Поскрепла по сусекам и нашла в запасах отрез ткани подходящего цвета. Это был полупрозрачный материал, крепший фон, длина 1,75 м, ширина 1,5 м. Юбку шила без выкройки и сразу сверху отрезала две полоски по 5 см на пояс. Детали пояса пока откладываю и оставшееся полотно складываю таким образом, чтобы разница в длине верхнего и нижнего полотна была примерно сантиметров 15. И у меня получается двухслойная юбка. Срезы по бокам и снизу обрабатываю московским швом. Далее переворачиваю на изнаночную сторону и откладываю полуобхват бедер с прибавкой на свободу облегания. На прибавку я взяла 1-2 см. Далее провожу линию бока и откладываю еще раз полуобхват бедер с такой же прибавкой. Провожу вторую линию бока. Таким образом получается переднее полотнище, заднее полотнище. Далее загибаем по линии бока с одной стороны, с другой стороны и остаток остается на запах. Он у меня получается практически до линии бока. Но я такой большой запах не хотела, поэтому спереди сделала дополнительную складку шириной примерно 10 см. То есть получилась по центру такая вот полосочка. То есть сзади получается как бы прямая двухслойная юбка, а спереди юбка со складкой и с запахом. Ну и осталось посадить юбочку по талии, то есть добавить талиевые выточки. На спинке я заложила выточки раствором 3 см. Можно сделать больше или меньше в зависимости от выпуклости ягодиц. Боковую выточку я сделала 6 см. Тоже зависит от выпуклости ваших бедер. Далее стачиваю выточки и выравниваю линию талии, чтобы она не была ломаной. Две детали пояса соединяю в длинную полоску и притачиваю к юбке. Таким образом, чтобы с двух сторон остались завязочки. И получается двухслойная юбка с запахом, со складочкой и на завязочках. И буквально кусочек из процесса пошива. Задние и боковые выточки застрочила сразу в два слоя. Так как ткань скользкая, то сначала я стачивала выточку посередине, а далее закладывала раствор выточки. То есть вот здесь на ребре у меня есть шов. Спереди я заложила складку также в два слоя и далее выровняла линию талии, чтобы она была плавной. Две детали пояса я стачала и продублировала долевиком. И далее я притачала пояс к линии талии, оставляя с двух сторон концы на завязочке. И вот что у меня получилось. Ширина пояса в готовом виде полтора сантиметра. Все припуски уходят вовнутрь пояса. Завязки соединены внутри и вывернуты как рулик. Все срезы я обработала московским швом. Ткань достаточно тонкая, полупрозрачная, поэтому я ее сшила в два слоя. Разную длину сделала и сделала вот такую вот складочку. Внутри вот это сзади две выточки. Ну и соответственно боковые выточки они просто подлиннее. И получился вот такой вот монохромный образ. Юбка очень легкая, воздушная, материал практически не мнется. Из большой длины и достаточной ширины запаха ничего лишнего не открывается. А самое главное, что эта юбка очень быстро шьется и комбинируется с любыми вещами. И для обзора я решила примерить юбку с белой жилеткой, поменяла сумочку на белую. По-моему идеальный вариант для прогулки по городу. Осталось только дождаться лета. Надеюсь вам понравилась эта юбочка и вы обязательно добавите ее в свой гардероб. Желаю вам творческих успехов, до скорых встреч!